Многие родители пытаются назвать свое чадо оригинальное. В Великобритании даже предлагают услугу, когда лингвисты проверяют имя на благозвучность почти на всех языках мира. Однако некоторые имена были настолько оригинальными, что даже попали под запрет. Итак, это 10 запрещенных детских имен. Поехали! Задний проход. Дания. В Дании существует правительственный список из приблизительно 7000 имен, из которого приходится выбирать родителям. Этнические имена, неправильное правописание и даже составные фамилии запрещены. Задний проход был одним из 250 с лишним имен, запрещаемых каждый год. Возможно, это было не совсем понятно, поэтому перефразируем. В Дании каждый год какие-нибудь горе-родители пытаются назвать свое чадо задним проходом. В Португалии, прежде чем дать ребенку имя, родителям необходимо проконсультироваться с правительственным трактатом аж на 80 страниц, в котором указано, какие имена можно использовать, а какие нет. Имя Овнис как раз-таки входит в перечень запрещенных. В переводе с португальского оно означает «НЛО». Символ собачка. Китай. В Китае более миллиарда жителей, поэтому там очень трудно найти уникальное имя. Возможно, именно поэтому одна пара назвала их ребенка символом собачка, который немного похож на китайский иероглиф «Люблю его». Однако власти были менее сентиментальны и придали гласности это имя в качестве примера причудливых имен в Китае. Акума. Япония. Это имя переводится с японского как «Демон». В 1993 году один японский отец назвал своего сына Акума. Власти решили, что родители злоупотребили своими правами на наречении ребенка и подали на них в суд. В конечном счете отец проиграл, и ребенок получил новое, менее демоническое имя. Блин, прочитайте-ка сами. Страна Швеция. Очевидно, вы сейчас находитесь в недоумении и наверняка подумали, что кто-то заснул на клавиатуре, но это не так. Это реальное имя. А теперь представьте, каково было бы школьному учителю, когда приходилось бы вызывать к доске ребенка с таким нелегким по произношению именем. Несколько лет назад в Швеции произошел странный инцидент во время официальной регистрации имени малыша. Родители настаивали на нем, уверяя, что произносится оно как «Альбин». На экране вы видите его полный вариант. После этого инцидента власти Швеции запретили давать детям подобные имена. Гешер, Норвегия В 1998 году эти противные норвежцы на два дня упекли женщину в тюрьму, когда она не смогла заплатить штраф за то, что пыталась дать своему сыну запрещенное имя. Эксцентричная Кристи Ларсен сказала, что ей приснилось, будто бы она должна называть своего сына Гешер, что в переводе с иврита означает «мост». Но суд ей этого не позволил. У Кристи уже было 13 детей, так что, возможно, у нее просто не хватило фантазии. Талула танцует гавайский танец хула. Новая Зеландия Новозеландский закон запрещает имена, которые могут быть обидными для других людей. Вообще, эта страна возглавляет список самых несуразных детских имен. Такое смешное имя принадлежало девятилетней девочке, прежде чем заключением судьи она была переименована. «Это имя выставляет ребенка дураком», — сказал он. Чоу-тоу «Китай». Для одних это сочетание слов ни о чем не говорит. А вот в переводе с кантонского диалекта, который распространен в китайской провинции Гуандун, такой набор слов означает «вонючая голова». Неужели власти полагают, что хоть один здравомыслячий родитель сможет назвать свое чадо именно так? Хотя не сами же они додумались. Видимо, желающие все-таки нашлись. Фейсбук Мексиканское правительство ввело табу на все названия социальных сетей и сайтов для поиска в интернете, к примеру, Твиттер, Гугл, Яху, на случай, если кому-нибудь взбредет в голову назвать своего ребенка именно так. Власти Мексики аргументировали введенный запрет так. Это ради будущего вашего ребенка, который явно не избежит насмешек и колкостей со стороны друзей и одноклассников, если его окрестят подобным именем. Агент 007 Малайзия В Малайзии семейной паре, как вы уже поняли, горячим поклонникам фильмов про Джеймса Бонда, было запрещено назвать своего мальчика номером знаменитого агента секретной службы. Смешать, но не взбалтывать. Эм, просто хотелось закончить какой-то шуткой, а на ум ничего годного не пришло. Ладно, ну и напоследок вопрос. А нравится ли вам ваше имя? А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская. Твое настроение.